Привет, друзья! Привет! Значит, меня Акбар Ашиков, участник нашей школы, Человек будущего, Homo Futurus, пишет. Ну, Хосе Магомедович, добрый вечер! Хочу поделиться с вами необычным открытием для себя. Что произошло у меня благодаря ключу, да-да-да, вот интересно, его особенности. Сегодня я стоял у баскетбольного кольца и думал, почему иногда я подпрыгиваю высоко, выпрыгиваю высоко, а иногда мне никак не удается даже коснуться его. И что я понял? Вот это очень интересно, очень интересно. Вот прыжок до кольца для баскетболиста. Это как для штангистов. Каждый килограмм новый барьер, к которому они готовятся очень серьезно, настраиваются. А баскетболисты, так же я думаю, кольцы, что высоко висит, и что нужно качать прыжок полгода, а то и больше, приседать много, и делать всякие подготовительные упражнения. Но я где-то когда-то вам рассказывал, как я двух штангистов, там олимпийская сборная в Подольске, по-моему, резерв два брата, которые мне объясняли, каждый килограмм или пятьдесят грамм веса для них психологический барьер. И они готовились долго-долго-долго, а тут после того, как они делали приемы ключа, они в этот вечер этот вес взяли, да? Ну вот он это вот, он их не знает, и он этого случая не знает, но он правильно в этом же направлении мыслит. Вот давайте дальше. Значит, настраиваются, да? А баскетболисты так же думают о кольце, что оно высоко висит, и что нужно качать прыжок полгода, вот обратите внимание, а то и больше, приседать много, и делать всякие подготовительные упражнения. Но если, допустим, они идут по какому-то коридору, высоко висит лампа, даже если она выше кольца, то они с легкостью до него допрыгивают. Такая психологическая ловушка получается. Ну да, 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 да. Иногда непроизвольно ты такое можешь сделать, там на тренировке ты там чудеса показываешь, а спарринг там идет какой-то там или еще чего-то, ты там страх ошибки там мешает, скованный и так далее. Ну вот он об этом и пишет. И вот стою я, значит, у этого кольца, смотрю на него, поймал тишину в голове и думаю, ведь оно совсем невысокое. И тут я разорвал все шаблоны и стереотипы о том, что это сложно, что это высоко прыгать нужно готовиться специально и долго. И я почувствовал, что могу с легкостью до него допрыгнуть. И я так и сделал. Это было легко, что даже не напрягся, это как было это раньше при моих попытках. И пусть я понял, что это всем так же можно. Конечно, вот если проблема, разорви все шаблоны и стереотипы, посмотри на нее как на просто существующую в данный момент обычную ситуацию. И тут же понимаешь, что делать и как. Даже если ты пишешь книгу, рисуешь, мастеришь. Если ты новичок в любом деле, забываешь все эти стереотипы и шаблоны и тут же добиваешься успеха в любом деле. Вы, наверное, думаете, что я так об этом говорю вам. И в этом суть ключа. Я и так это знал, благодаря вам. Но тут дело в том, что я осознал сознательно, не планируя входить в трансовое состояние. Вот на что обратите внимание. Я об этом подумал, и тут же такое открытие уже в известной для меня информации произошло. Произошло, да. Что я и по-новому отреагировал. Я хочу сказать, что когда ты в ключе, и нет шаблонов, стереотипов, ты почему-то какой-то спокойно реагируешь на все эти чудеса, что раньше у тебя не получались. А у меня, по крайней мере, так. А когда я в обычном состоянии, бодрствование доходишь до этого, почему-то эффект гораздо мощнее. Внимание! Удовлетворение, радость. Что вы думаете по этому поводу, он пишет. Спасибо, он пишет. Ашик, дорогой, слушай, потрясающее самонаблюдение, и я тебе благодарен за обмен опытом в нашей школе. Вот что я хочу тебе сказать. Что такое, вот ты написал, когда я вдруг в обычном состоянии дошел до этого понимания, что надо разорвать шаблоны, сделал это, и была такая радость, и так далее. И ты легко это сделал. Вот это главное. Обратили внимание, да? Вот я хочу тебе сказать. Ты сам пишешь о том, что ты находился часто в состоянии нуля, обнулялся, тишина ума, там иногда пустота в голове, и там, когда ты думаешь о каких-то проблемах, которые трудно решаются, ты их воспринимаешь как простые вопросы. А здесь ты это сделал без этого ключевого состояния, в обычном состоянии, и тоже получил разрыв шаблонов, и выход сразу с еще большей радостью. Правильно. Потому что ты уже натренированный, опытный человек, входить и выходить в это состояние. О чем я раньше и говорил. По существу, когда мы тренируемся с ключом, то есть обнуляться, напрягаться, восстанавливаться, переключаться, мы смазываем вот этот мозговой переключатель. Ну это же как коробки передач в автомобиле. Вот сейчас книга у меня выйдет, там даже в стихах это написано. Вот вы увидите, так это будет интересно. Так вот вопрос в том, когда человек доходит до понимания чего-то вообще в жизни, вот он понял. Вот ты там пишешь, я тоже понимал, но как-то теоретически вроде бы, да, вот так получается. А тут я это осознал. Осознал, и у тебя все получилось. Вот это и есть разница. Когда теоретически, логически в уме только человек что-то понимает, и другое дело, вдруг дошел до этого понимания. Ну то же самое, что он понимал, но дошел до него, понимаете? Вот в этом есть маленький ключик. Ну это такое ощущение. Вот я помню, когда я маленький был, ну, лет на 30 моложе, вот лежишь в постели утром на рассвете, и вдруг мне пришла идея, я вдруг понял, что организм человека – это синтезатор. И шея не только для того, чтобы носить галстук, и рубашка не только для того, чтобы носить ее на теле, а это синтезатор, организм синтезатор. Там гормоны, там всякие, там целые аптеки работают. И в принципе научиться бы, научиться бы эту фабрику внутреннюю использовать, да, как генератор чего-то. Но я использую как генератор творчества, да. Кто-то может использовать для генератора сил, там у себя силы прибавлять, там неимоверные. Все это можно делать. Так вот я хочу сказать, что в принципе лежишь тогда вот на рассвете, когда ты вдруг дошел до чего-то, вдруг понял. Я же тогда не мог погружаться в ключ, я вообще не знал, что это такое. Я читал там многие книги, и о шоу, и других, в состоянии отзен там, в состоянии медитации. Я не понимал, что это такое. У меня даже вот это не получалось. Я лежу там на коврике, пытаюсь расслабиться, а отключиться никак не могу, потому что я не понимал, что это такое. Я все время ждал какой-то необыкновенности. А потом я прочитал там где-то у Ашо, или у кого-то, ну когда человек переходит это, и когда он вдруг дошел до этого, да, и у него возникает такое понимание, и на все потом на это смотрят просто, как там было написано, кто не испытал дзе, для него реки как реки, горы как горы, там деревья как деревья. Кто испытал дзен, для него тоже реки как реки, горы как горы, деревья как деревья, но уже деревья как деревья, горы как горы, реки как реки. Ну вот, представляете, когда переход уже совершил, то есть вот когда я ключом уже как-то переход совершил, и потом стал спокойно смотреть на всякие вещи, то же самое, ну как бы все стало на свои места. Так вот здесь тоже Я лежал, открытие сделал Когда первое свое Когда я понял, что организм это не просто тело Не просто организм, а это синтезатор И вдруг я лежу Я понял это И мне так жалко себя Я такой маленький, а мир такой большой И вдруг он не узнает Что оказывается тело это синтезатор Вы представляете Такое ощущение удовлетворения Такой радости Ну как будто ты любимую обнял так, как она хочет Такое ощущение Это потрясающе Вот это вот как раз таки то, о чем Ашик пишет Что я вдруг почувствовал Когда я в состоянии бодрствования Понял Что надо разорвать шаблоны Я представил себе, что это легко Я говорю, ты сделал это легко Ну потому что вот как раз таки Я хочу сказать, что понимание чего-то Когда мы умом доходим до чего-то Оно тоже такое Оно дает радость, удовлетворение Это прямо физическое чувство радости И удовлетворения Ну потому что мозг как конденсатор Он накопил напряжение Много там было всяких противоречивых ситуаций Ты все время о чем-то думал Пытался найти решение и так далее И вот эта вся напряженность Она вдруг сбросилась И такое удовлетворение Ну как ты рекорд совершил Или подвиг И расслабился И вот эта разница Сброс напряжения Конечно удовлетворение Потому что ты совершил действие Получив результат Вот это очень интересно Я поэтому хочу Вот это письмо Ашека Я ему написал там Мы в книгу следующую Не в эту, которая вот сейчас Выходит там через месяц А в следующую Будем вставлять еще Вот Участников школы нашей Человек будущего Хомофутурус Пожалуйста Если ты Ашек Не возражаешь Я ему написал Мы поставим это письмо В книгу С твоим именем И там будет написано Ашек Акбаров Такой опыт И спасибо тебе огромное За обмен опытом Потому что сейчас Ты с этим письмом Меня стимулинул Я это сказал Что акт понимания Чего-то Может дать Такое же удовлетворение Как физическая Какая-то нагрузка После чего Ты расслабился Вот что такое Сознание То есть вот Выход на новый Уровень С разрывом Шаблонов Старых пониманий А в шаблонах Этих накоплено Столько энергии Там конденсатор И вдруг Конденсатор разрядился И вот это Освобождение Вот это Освобождение От этих Зажимов Блоков сознания Блоков тела Дает столько Много энергии Освобождение Ну да Прекрасно Спасибо Поэтому Вы все друзья Все участники Нашей школы Занимайтесь Самонаблюдением Смотрите С точки зрения Ключа Читайте Мои книги Смотрите Сайты Стрессу И ХСРУ Да В школу Заходите Там в описании Под видео Все контакты Вход свободный И ВК И ФБ Вход свободный В школу Человек будущего И пишите Пожалуйста Пишите Если хотите Попасть в книгу Тоже попадете Потому что Я как и обещал В самом начале Давно-давно Мы продвигаем Наших участников Да Продвигаем Помогаем Развиваться Открывать себе Творца Чувство Человечности И чувствовать Что когда ты человек Во всех обстоятельствах У тебя все решается До встречи Друзья